«Покойники любят покрепче?» — спросил он. «Разбавлять не нужно?» «Не нужно». Он взял свой стакан и выпил. Виски было холодным. Хозяин принес запотевшие бутылки, не взяв с собой ведерко со льду. «Вы, конечно, у нас в городе проездом?» — спросил хозяин дома, усмехаясь. «Нет, Роджер знал, что с Пердома лучше не связываться. Переиграть хозяина дома в этой дурацкой и шутливой манере было невозможно. Нужно было сразу переходить на серьезный тон. «Мне нужны вы, Пердома». «Не говорите так серьезно. Я очень боюсь покойников, мистер Овенсот. Неужели сам сатана решил послать вас на землю?» Он постоянно шутил, а сам внимательно следил за Роджером. «Хватит», — нахнул Роджер. «Вы знаете, у меня достаточно фактов, чтобы у вас были очень крупные неприятности, мистер Эулаля Пердома. Мне нужно задать вам несколько вопросов и получить несколько ответов. Всего. И я уйду. Излишне говорить, что разговор останется между нами». «А если я откажусь отвечать?» «Прямо сейчас, на месте. Пистолет со мной. Если хотите, могу показать». «Не надо, и я вам верю на слово. Я уже обратил внимание, как плохо сидит ваш пиджак. Он явно топорщится слева. И вы будете говорить». «Что я должен сообщить?» «Первый вопрос. Где сейчас Луис Эрера?» «Не знаю. Это не ответ». «Я действительно не знаю», — занервничал Пердом. «Хорошо, я спрошу по-другому. Где он, по-вашему, сейчас может быть?» «Где угодно», — пожал плечами Мулат. «В Коста-Рике, в Панаме, в Колумбии, в Бразилии, может, вообще в Австралии. Я действительно не знаю, где он. Неужели в это трудно поверить?» «Вы формируете ему команду?» «Кто вам сказал?» — сразу насторожился Пердом. «Я спрашиваю. Или вы этого тоже не знаете?» «А это разве преступление?» «Да, мы формируем команду, причем на вашей территории, во Флориде. Ничего незаконного в этом я не вижу». «Значит так, сеньор Пердомо», — зло произнес Роджер. «Вы, кажется, не хотите понимать, что я говорю серьезно. Если ваш следующий ответ меня не удовлетворит, я достану пистолет». «И пристрелю вас на совершенно законных основаниях». «ФДР установило, что ни один человек из тех, кого вы вербовали, до сих пор не вернулся во Флориду. Вы их просто убивали. Одного этого достаточно, чтобы посадить вас на электрический стул. Я надеюсь, вы не сомневаетесь, что правительство Мексики с удовольствием выдаст такого типа, как вы, нашей стране. И не будет из-за вас портить отношения с Вашингтоном». «Я всегда знал, что увидеть утром покойника не к добру», — прошептал Пердомо. «Что вы хотите, мистер Робинс? Мне нужен Эрера. Я не собираюсь его арестовывать, не собираюсь убивать, не собираюсь спрашивать о его деятельности. Мне нужно только задать ему один вопрос. Только один вопрос. И больше мне ничего не нужно. И если для того, чтобы найти его, мне понадобится искать по всей Латинской Америке, значит, я буду искать по всей Латинской Америке», — с неожиданной твердостью сказал Роджер. «И меня ничего не остановит», — добавил он. Видимо, Пердомо почувствовал это состояние. Его нет в Мексике. «Он готовится выйти из Коста-Рики. Куда пойдет в этот раз его команда? На Кубу. А потом? Я не знаю. Действительно, я не знаю, в каком городе он ждет свою команду». Пердомо развел руками. «Ну зачем вам это?» «Я спрашиваю», — повысил голос Роджер. «В Алахуэле, это Тихоокеанский порт», — нехотя выдавил Пердомо. Роджер, понимающий, кивнул, как все просто. «Они искали место базы Эреры по всему восточному побережью. Он просто держит свою базу на западном побережье, когда ему нужно, проходя через Панамский канал, появляясь в Карибском бассейне». «Все гениально и просто», — вспомнил Роджер. «Так ведь действовал в свое время Фрэнсис Дрейк, нападая на испанские галеоны». «Он неожиданно появлялся с другого побережья, наводя ужас на испанцев, и уходил через пролив, позднее получивший его имя. Он будет ждать там?» — спросил Роджер. «Где он будет, никто не знает. Вы ведь понимаете, что его место никто не знает до самого конца. Ладно. А как мне можно устроить с ним встречу?» — спросил Роджер. «Вам это действительно так нужно?» «Да». «Вы будете один?» «Конечно». «Мне нужно задать ему всего один вопрос». «И без оружия?» — спросил недоверчиво Пердон. «Я буду без сопровождающих», — сказал Роджер. «Но пистолет я, конечно, с собой возьму». «Так вы беретесь устроить эту встречу?» «Да. Через месяц». «Вы меня опять не поняли, Пердон. Мне нужна встреча сегодня, в крайнем случае завтра и никак не позже. Но это невозможно. До свидания. Думаю, что в следующий раз мы увидимся с вами в нашей тюрьме». «Не нужно так быстро уходить», — мрачно заметил Пердон. «Это просто невежливо». «Вы можете организовать встречу?» «Нет!» — закричал Пердон. «Я же сказал, что не могу». «А поговорить с ним по телефону я могу?» — сказал вдруг Роджер. «По телефону?» — изумился хозяин дома. «Как это?» «По телефону». «Мне нужен Луис Эрера», — терпеливо объяснил Роджер. «И я готов с ним говорить, даже если он будет в Китае. Это вы мне можете устроить?» «Думаю, да», — осторожно сказал Пердон. «В таком случае скажите, когда. У вас ведь должен быть срочный канал связи. Только не говорите, что у вас его нет. Когда это вам нужно? Прямо сейчас. Вы же видели сообщение о моей смерти. Я не могу долго ходить в покойниках. Это вредно для здоровья». «Подождите меня здесь». Поднялся со своего места Пердон, и сейчас я приду. Роджер остался сидеть на месте. Через десять минут вернулся Пердон. «Где вы остановились?» — спросил он. «Через три часа я к вам приеду». «В отеле Холидаин», — сказал Роджер. «И давайте без глупостей Пердона договорились». Он налил себе еще немного виски, выпил, поставил стакан на стол, и, обернувшись к Эулалю, Пердона попросил. «Мне нужно как можно быстрее с ним поговорить». «Да», — кивнул хозяин дома, широко улыбаясь. И в этот момент красная нашлепка будто приклеилась к его лбу. Пердона пошатнулся. Роджер стоял чуть в стороне, и на него не брызнула кровь. На его собеседник все еще сохраняя эту бессмысленную улыбку, вдруг резко откинувшись, упал на траву. Роджер бросился на землю, достал оружие. Он слышал, как резко отъезжает автомобиль, и бросился к выходу из двора. Уже выбегая, он услышал крики женщин. «Черт, повери, зло!» — подумал он. «Теперь я еще и убийца!» Резко взяв с места, дома отъезжал синий Ситроэн. Роджер поднял пистолет, прицелился, но не стал стрелять. Было слишком далеко. Он попытался разглядеть номер. Может быть, хоть таким образом ему удастся установить, кто именно стрелял, но он заранее знал, что это пустой номер. Машина наверняка подставная или похищенная. Последняя ниточка, ведущая к полковнику Полу Бигсби, оказалась оборванной. Он стоял на улице, растерянно опустив пистолет и смотрел вслед уходящей машине с убийцами. Глава пятнадцатая Они прилетели в Мехико в яркий солнечный день. Бернардо почувствовал необыкновенное волнение. Впервые с тех пор, как он покинул Никарагуа, он снова оказался в Латинской Америке, совсем недалеко от своей бывшей страны. Им оказалось, что даже солнце здесь светит как-то по-другому, теплее и ярче. Бернардо выкатился вместе со своими спутниками несколько раньше других пассажиров, как и положено по статусу первого класса. При этом он успел попрощаться с смелым и симпатичным старичком, как назвала их попутчика Инесс Контрерас, пассажиров экономического класса из третьего салона самолета. Он уже не видел и потому не успел узнать, что в их самолете, перелетевшем из Парижа в Мехико, вместе с ними следовал не только его бывший наставник и руководитель Сергей Валентинович Чернов, но и знакомая ему Ирина с высоким, немного замкнутым спутником. Это была пара, которая должна была сыграть роль самого Бернардо Рохаса и его любимой супруги. Они подождали в отеле рядом с аэропортом несколько часов и затем вылетели на специально зафрахтованном самолете в Лос-Мочес, находящийся на севере страны, почти на побережье Калифорнийского залива. В небольшом самолете, который довольно сильно трясло над Гвадалахарой, они долетели за два с половиной часа. В самом городе их уже ждали автомобили, высланные сюда за Инес Контрерос и ее новым супругом. Автомобили были американские, но ни один из них не был приспособен для перевозки инвалидов, кроме небольшого японского микроавтобуса, предназначенного для перевозки багажа. Кроме того, выяснилось, что инвалидное кресло Рохаса просто не проходит через двери ни одной машины. Его можно засунуть в микроавтобус, лишь немного наклонив. Из этого сложного положения они вышли только, когда сам Бернардо предложил перенести его на руках в автомобиль. И, лишь оказавшись на заднем сидении машины рядом с Инес Контрерос, облегченно вздохнул, устраивая поудобнее свою раненую ногу. Инес, молча следившая за тем, как его вносят в автомобиль, сел рядом с ним, ничего не сказал. Уже знакомый Бернардо, старый водитель, прилетевший сюда прямо из Мадрида, тронулся первым. За ней поспешили и остальные автомобили. Жоакин сел в их автомобиль. В этот раз Альфредо вступил ему в свое место. «Нам далеко ехать?» спросил Бернардо. Женщина приложила палец к губам, показывая на водителя и Жоакина. «Я же тебе рассказывала», — громко ответила она. «От Лос-Мочиса до Эль-Фуэрты около часа езды, а потом в горы еще полчаса, и там будет наша Асиенда». «Да, конечно», — немного равнодушно сказал Бернардо, которому начал просто надоедать весь этот спектакль. «Я совсем забыл. Это ранение выбило меня из-за равновесия». «У тебя по-прежнему болит нога?» — спросила Инес, разыгрывая роль безупречной любящей супруги. «За эти два дня в Париже она у меня просто зажила, и все благодаря стараниям Жоакина, показал на сидевшего впереди врача Бернардо». «Вы преувеличиваете сеньору Рубьета», — чуть повернул к ним голову марокканец. «Моей заслуги здесь никакой нет. Просто вам повезло, что стрелявший не попал прямо в кость. Иначе вы могли бы остаться вообще без ноги, или пришлось бы делать довольно болезненную операцию». «А когда я все-таки смогу встать на ноги?» — спросил Бернардо. «Через месяц», — уверенно ответил Жоакин. «Может, через полтора, но никак не раньше». Бернардо нахмурился, но ничего не сказал. Путешествие проходило почти в полном молчании, не считая некоторых дежурных фраз. Водитель, деликатно выжидавший около десяти минут, не включал даже музыки, боясь помешать беседе молодоженов. Но затем Инес сама попросила включить магнитофон. И салон автомобиля наполнился звуками чудесных песен Холио Инглесиаса. Как им говорила Инес, городку Эль-Фуэрте, расположенному недалеко от протекающей горной реки Рио-Фуэрте, они подъехали через шестьдесят пять минут после выезда из Лос-Мочеса. Пока на заправочной станции водители заправляли автомобили, Жоакин, повернувшись к Бернардо, озабоченно спросил. «Вы не хотите выйти, сеньор Гильермо?» «Каким образом?» — нервно спросил Бернардо. «Меня опять вынесут из автомобиля, как маленького ребенка». «Я думал, может, вам нужно выйти?» — пожал плечами Жоакин. Инес молча вышла из автомобиля, решив не мешать их беседе. Хлопнула дверца. «Не обижайтесь, Жоакин», — сказал примирительным голосом Бернардо. «Вы же врач, должны понимать мое состояние. Мне очень стыдно, что я в таком положении. Стыдно перед сеньорой Инес, моей супругой», — добавил он, вспоминая об этом в последнюю минуту. «Стыдно перед вами, перед этими людьми. Предположим, мне действительно нужно выйти. Но тогда каким образом я смогу пройти в узкие двери вон этого туалета? Мне туда и одному трудно будет пройти, не то что с коляской, а представить, что меня держит, пока я... Ну, в общем, я предпочитаю терпеть. Здесь не отель Ритц и нет подходящих условий». «Напрасно вы так категорично», — мягко возразил Жоакин. «Все прекрасно понимают, что вы не можете сами передвигаться. В этом нет ничего обидного. Если хотите, я вам помогу дойти до того туалета». «Нет», — отрезал Бернарда, — «я не могу прыгать на одной ноге, как цапля. Надеюсь, мы скоро приедем». Через десять минут они тронулись. Инес, свернувшись в автомобиль, посмотрела на Бернарда, словно хотела что-то спросить, но промолчала, отвернувшись в сторону, не глядя на появившиеся впереди величественные горные хребты. Места в этой части Северной Мексики были удивительны. Почти от самого побережья начинались горные цепи, уходившие все выше и выше по мере углубления дальше от залива. Западная Сьерра-Мадре — одно из самых красивых мест не только в Мексике, но и, пожалуй, во всей Латинской Америке. И как зонтик над всей западной частью Мексики — вершина Чаарерос, поднявшаяся более чем на три тысячи метров над уровнем моря. Верующая начало в ее основание река Рио-Фуэрте, извиваясь между вершинами, выходит к побережью, впадая в Калифорнийский залив. Здесь, пожалуй, самые чистые и самые спокойные места по всей Мексике. Именно здесь и построил свою асиенду дед Инес Контрерос, сеньор Аугусто Контрерос. Собственно, вначале это было простое ранчо, и дед Аугусто так его всегда и называл. Он строил с расчетом провести здесь оставшиеся дни жизни, когда нажитое состояние миллионы долларов, заработанные в тридцатые и сороковые годы, на торговле с обескровленной Европой, можно будет передать своим сыновьям и внукам. Но отдохнуть так и не удалось. Лишь наездами бывал в этом поместье Аугусто, так и не сумевши полностью отойти от дел, доверяя их своим трём сыновьям. Ранчо перешло к старшему из сыновей Эдуарда, который значительно расширил его, заложив основу той асиенды, которой она впоследствии стала при его дочери Инес Контрерос. В значительной мере, благодаря помощи Эдуарда и его братьев, маленький посёлок Эль-Фуэрте превратился в город, насчитывающий более семи тысяч жителей и ставший самым большим городом в этой части горного хребта. К этому времени Ранчо превратилось в целое поместье, и там одновременно жили и работали более ста человек. После свадьбы Инес Ранчо было вновь перестроено в типично колониальном стиле, столь любимом многими мексиканцами и американцами из Южных Штатов. Теперь это была целая асиенда со своей конюшней, многочисленными строениями и даже небольшим горнородным комбинатом, расположенным на другом конце обширной территории в 50 гектаров, добывающим свинец, цинк и разного рода полиметаллические руды. Предприятие было открыто в последний год жизни Аугуста и приносило с тех пор довольно стабильный доход семье Контрерос. Они подъезжали к асиенде, когда Инес начала показывать и рассказывать о бывшем маленьком Ранчо, ставшем самой крупной асиендой в этой части страны. Она говорила сухо, только показывая намелькавшие вокруг строения и дома. Автомобиль подъехал к большому двухэтажному дому. Округлой формой и многочисленная колоннада потрясли Бернарда. Он впервые подумал, что именно против таких латифундистов и землевладельцев боролась его семья. Здание было просто огромным. Сколько здесь комнат? Невольно вырвалось у него. Около семидесяти, равнодушно ответила Инес и, посмотрев на него, спросила. Вы впервые в таком поместье? Если честно, то да. Я даже представить себе не мог, что вы живете в таком доме, признался Бернард. Вас это беспокоит? Скорее настораживает, ответил он, когда она возила его по комнатам. С помощью двух слуг его кресло подняли наверх, на второй этаж. Здесь будет ваша комната, показала ему Инес, довольно большую комнату, с огромной, явно не предназначенной для одного кроватью. «А где будет ваша?» спросил он. «Это вам интересно?» удивила Инес и, показав на соседнюю комнату, добавила. «Я остаюсь обычно в той комнате». Все встречающие вышли, и они, оставшись вдвоем с Бернардо в большой комнате, могли, наконец, побеседовать с глазу на глаз. Бернардо выкатился на балкон. Отсюда открывался прекрасный вид на окружающие осенду горы, словно сторожа, застывшие в почтительном молчании вокруг дома. Рядом виднелись возделанные поля, построенные дома, подсобные помещения, длинное здание конюшней. «Зачем вам это все?» вырвалось у Бернардо. «Вы имеете в виду все это?» спросила Инес, выходя за ним на балкон и встал спиной к солнцу. Она махнула рукой туда, за спину. «Типичный комплекс коммуниста, считающего, что не должно быть богатых и бедных, вы, конечно, предложите все поделить». «Нет», — сказал Бернардо. «Я не это имел в виду. У меня нет никаких комплексов. Я имел в виду себя». «Не поняла», — нахмурила брови Инес. «Вам что-то здесь не нравится?» «Зачем вам все это?» повторил вопрос Бернардо. «Зачем вам это дурацкое замужество, этот никому не нужный обман?» «Это ваше самопожертвование?» «Вы же человек совсем из другого мира». «Или для вас это только игра, своеобразный вызов, чтобы пощекотать нервы?» «Я читал, что богатые миллионерши-американки любят красть из супермаркетов дешевые сувениры. Они играют в такую придуманную для себя игру, чтобы немного пощекотать себе нервы. Они просто присыщены и устали от всяких наслаждений в жизни. А почему согласились вы? Или вы тоже присытились? «Какая из вас разведчица?» «Вам нужно просто остаться на этой осенде и жить со своим взрослым сыном, получая удовольствие от жизни». «Так вы считаете, что я похожа на этих богатых индюшек?» «Презрительно фыркнула Инесса. Вот уж не ожидала, что нарвусь на оскорбление в своем собственном доме». «Я не хотел вас обидеть. Просто я действительно не понимаю, для чего вам все эти игры, синьора Контрерос». «Да». Она отвернулась от него к солнцу, потом снова повернулась и решительно сказала. «Я отвечу на ваш вопрос сегодня вечером. А пока вы отдохните и переоденитесь, для вас заказана одежда. Вот здесь есть кнопка звонка, если вам нужно, вы можете вызвать к себе кого-нибудь из мужчин. Они помогут вам переодеться или лечь, если вы устали с дороги. Ужин у нас в семь часов. Постарайтесь не опаздывать». И вновь на прощание она вернулась в комнату Бернарда и, выходя чуть сильнее, чем полагалось, хлопнула дверью. «Кажется, обиделась», разочарованно подумал Бернарда. В конце концов, он имел право задать ей этот вопрос. Ему только не совсем понятно, почему чиновник появился в его самолете. Только для того, чтобы сообщить о поездке в Сальвадор вместо них другой пары? Или для того, чтобы посоветовать ему полечить ногу на кубе? Генерал Чернов просто не тот человек, который будет лететь через океан, чтобы сказать пару другой ничего не значащих фраз. Бернарда действительно был его лучшим учеником и знал некоторые приемы, которыми любил пользоваться его опытный наставник. Почему Чернов летел с ним в одном самолете, думал, нахмурившись Бернарда? Что-то очень важное он должен был сообщить или передать Бернарда, что потребовало его личного присутствия в авиалайнере. Что это? Он пытался вспомнить детали беседы. Генерал сказал что-то про Ирину. Ну, что намекал, что у Бернарда должны быть такие же близкие отношения сына Скандерерос, как в свое время у него были с Ириной? Не похоже. И чего говорить об отношениях, если просто спросил, не спал ли уже Бернарда с ней? И потом, как еще можно использовать эту несчастную женщину, уже и так согласившуюся на нелепую роль замужней женщины при чужом мужчине? Поставивши свою безупречную репутацию и авторитетную эту дурацкую операцию, но тогда почему Чернов летел с ними в одном самолете? Что-то не совпадало. И Бернарда это чувствовал. Если бы можно было проверить список пассажиров, летевших из Парижа в Мехико, подумал он, можно было бы выяснить, кто брал билет вместе с чиновником. Хотя Чернов всегда был очень коварным противником. Он наверняка взял билеты в разных салонах и на разные места. И говоря уже о том, что сам себе он мог взять любую фамилию. А фамилия милого старичка, с которым они вместе летели в салоне первого класса, тоже не могла ему ничего дать. Он сказал, что мне обязательно нужно ехать на Кубу, вспомнил Бернарда. Видимо, в этом заложен смысл операции. Судя по всему, они смогли найти ему применение даже раненому. Чернов в этих вопросах почти гений. Он умеет выжимать из реальной тяжелой ситуации почти стопроцентную выгоду для себя и дела, ради которого он послан. Это должно быть исключительное дело, если решили послать Сергея Валентиновича, понимал Бернарда, и не просто послать, а сделать так, чтобы они оказались вместе в одном самолете. Теперь нужно будет еще убедить Иннес вылететь вместе с ним на Кубу, вспомнил Бернарда, хотя она, судя по всему, человек дисциплинированный. Если нужно в интересах дела вылететь на Кубу, значит, она вылетит на Кубу. Как раз все последние дни Иннес строго соблюдает конспирацию и ведет себя безукоризненно, в отличие от него самого, который часто подставляется, а в столице Испании просто изобразил из себя прекрасную мишень для неизвестного снайпера. Бернарда повернул кресло и вкатился обратно в комнату, поискав глазами кнопку звонка. Нужно будет хоть умыться с дороги. С раздражением подумал он, как стыдно, что ты не можешь лично отправиться даже в туалет. он и не предполагал, что за его балконом уже внимательно следили две пары заинтересованных глаз. Они слушали его разговор с Иннес Контрерос, слышали каждое слово, и теперь внимательно следили за его поведением. В самой комнате Бернарда, как, впрочем, и в комнате Иннес были оставлены небольшие жучки, позволявшие слышать каждое слово. Глава шестнадцатая Получив документы по Кубе, все трое позвонили домой в присутствии дежурного офицера. Разговоры, конечно, записывались на пленку, и кроме обычных, ничего не значащих фраз, ничего более сказать не удалось. После этого все трое офицеров выехали в Балашихинский центр, где им были уже отведены специальные комнаты для работы и анализа поступающих материалов. По приказу руководства старшим группы считался подполковник Данченко, имевший большой опыт пребывания на Кубе. Первым делом нужно было начать с подбора кандидатуры на будущего лидера страны. Никто не спрашивал, почему определен такой минимально короткий срок, две недели. Почему заместитель директора с такой уверенностью сказал, что после третьего июня Фиделя уже не будет на острове Максимов каждый раз спрашивал в себя, что это, точное знание возможного покушения, полученные достоверной информацией или, что было вообще невероятно самостоятельно, планирование физического устранения лидера Кубы. В том, что добровольно Фидель в отставку не уйдет, похоже, не сомневался ни один из офицеров. Теперь, сидя с Данченко Нилиным в закрытом центре, он впервые подумал, как правильно устроена эта система взаимного контроля и проверки. Иначе сам Максимов вполне мог оказаться менее стойким человеком и просто предупредить кубинское посольство о готовящемся покушении. И хотя Максимов абсолютно точно знал, что сделать подобное ему не позволит понятие офицерской чести и присяга, но в душе ему было искренне жаль бородатого команданта, существующего в его памяти ярким романтическим героем прошлого. Устранение Фиделя объективно приведет к падению режима, строгим лекторским голосом говорил Данченко. Но наша задача найти ему достойную замену и опривез все материалы по нынешним лидерам и оппозиции. Будем рассматривать по одному. У нас мало времени. До 3 июня мы не только должны подобрать кандидатуру, но и суметь начать пробивать ее в сознание кубинского народа, создавая ему необходимую ауру преемника Фиделя. «Я думаю, нужно начать с его брата», предложил Нилин. «Не уверен», пробормотал Данченко, «но если хотите, мы можем просмотреть и его данные». Максимов достал первую папку, передал ее Нилину. Рауль Кастро Рус родился в 31 году в семье крупного землевладельца, младше Фиделя на 5 лет, в настоящее время официально второй человек на Кубе министра вооруженных сил, член политбюро, второй секретарь ЦУ компартии Кубы, первый заместитель председателя госсовета, первый заместитель председателя совета министров. Нилин поправил очки, обращаясь к Максимову, сказал, «Вы понимаете, я думаю, что везде первым идет его брат Фидель». «Да», улыбнулся Максимов, «понимаю». «22 года он вместе с братом участвовал в штурме казармы Монкада, осужден на 15 лет, отсидел два года, амнистирован, в составе 82-х человек во главе с Фиделем, вернулся на Гранвина Кубу, командовал Вторым Восточным фронтом, с 59-го он министр вооруженных сил Кубы, все время второй при Фидели. Тот ему явно доверяет, держит Рауля на самых ответственных постах по существу в качестве своего преемника. «Он слишком связан с Фиделем», сказал Данченко, в мире его не захотят принимать. Кроме того, в руководстве Кубы есть еще и очень деятельная женщина, его супруга Вильма Эспин Гильос де Кастро, очень образованная женщина, училась в Массачусетском технологическом институте в Соединенных Штатах Америки, воевала, была помощником Франка Паэйса. Потом этот Восточный фронт возглавил Рауль Кастро, она член Политбюро с 86-го года. «Давайте дальше». «Но почему де Кастро?» спросил Максимов. «Это была очень известная семья на Кубе», ответил Данченко, «довольно крупные землевладельцы». «Кстати, мать и жена Фиделя после победы Кубинской революции мигрировали Соединенные Штаты Америки. Супругой Фиделя Кастро была Хуана Диас Баллард и тоже не захотела остаться со своим победившим мужем». «Вообще странная судьба», задумчиво сказал Нилин, «в него ведь влюблена половина женщин всего земного шара, я уже не говорю о кубинских женщинах», а собственная жена не смогла понять. «Поразительно судьба такого человека». «А воно я где-то читал, что близкие не могут оценить величие человека, находясь рядом с ним», вспомнил Максимов. «Для них он просто близкий человек, кушает вместе с ними, спит, разговаривает, смеется, злится, а в масштабах мира он настоящий гений». «Такое случается». В конце концов, Илев Толстой тоже жаловался, что его не всегда понимает. «Не будем отвлекаться», сказал Данченко, «давайте проанализируем следующих». «Друг детства Фиделя и Рауля Кастро Педро Мирит Приетто, член политбюро, заместитель председателя госсовета и совета министров, образован, окончил Гаванский университет, тоже участвовал в нападении на Манкаду, вместе с братьями Кастро был на грамме». «Не подойдет», решительно сказал сам Нелин, «во-первых, ему уже под семьдесят, во-вторых, слишком близкий друг». «Нет, не подойдет». «Согласен», кивнул Данченко следующий. «Османе Сьент Фуэгос Гориарон, он брат героя Кубы Камила Сьент Фуэгоса, семь лет был помощником Федерю Кастро, в настоящее время член политбюро, тоже не подходит. В свое время его даже пытали в тюрьмах Батисты, но он стойко держался. «Вот людей не выдержал Максимов, про жизнь каждого можно книги писать». «Время такое было», недовольно сказал Данченко, словно лично его обвинили в трусость. «Кто у нас там следующий? «Член политбюро и секретариата ЦК компартии». Кубе Хорхе Рискет Вальде Сальданья с 13 лет принимает участие в борьбе против диктаторских режимов на Кубе, становится секретарем Социалистического Союза Молодежи, потом воевал, был начальником политотдела, вначале ему, видимо, не очень доверяли. Он был шесть лет министром труда, потом три года в конце семидесятых, генеральный представитель Кубы в Анголе, руководил там действием кубинских интербригад, с 1980-го стал членом политбюро, потом заведующий общим международным отделом, но ему уже шестьдесят пять. Это серьезный возраст для политика. «Только что во Франции президентом избран Ширак, он тоже не мальчик», возразил Максимов. «Ну, это Франция», в том ему ответил Нилин. «Там другие традиции, другой народ. Здесь нужен человек помоложе. Они все очень сильно завязаны на Фиделя Кастро». «Может, начнем сразу смотреть оппозицию?» спросил Данченко. «Давайте все-таки рассмотрим еще несколько кандидатур», попросил Нилин. «Может, что-нибудь сумеем выделить?» «Только не нужно искать среди членов Политбюро», вставил Максимов. «Это все равно, что искать диссидентов среди Брежневского Политбюро. Это не смешно и нереально. И потом возраст, посмотрите их возраст». Он начал поднимать папку одну за другой. «Ничего интересного, все старики, кроме двоих. Те папки, которые вы отложили, они более перспективны, хотя я все равно не верю ни в одного из них. Они слишком близки к своим Фиделю». «Не обязательно», возразил Нилин. «Вот посмотрите сюда. Министр внутренних дел Эбовардо Коломи Барро, он 39 года рождения, он человек не Фиделя, а Рауля Кастро. Был его заместителем во время войны, потом в вооруженных силах Кубы, сейчас член Политбюро вместе с Рауфем Кастро, они контролируют вооруженные силы МВД. «Это серьезно». «Нет», «быстро сказал Данченко, «это не серьезно». «Москва вот уже столько лет пытается вбить клин между братьями, мы даже думали так припугнуть Фиделя, ничего не выходит. Роль слишком к нему привязан, он никогда не поднимет войска против своего брата, скорее пустит себе пулю в лоб». «И этот Абилардо тоже такой». «А вот совсем молодой член Политбюро, самый молодой, ему всего пятьдесят лет, поднял следующую папку Нилин, Хуан Эстебан Лассо Арнандес, кстати, учился в ГДР, был первым секретарем в нескольких провинциях. Еще важный факт, на самой Кубе он кончал только высшую партийную школу». «Может, подойдет?» «Я его лично знаю, немного снисходительно сказал Данченко. Это настоящий фанатик, он предан Фиделю, не подойдет». «Давайте следующий список», предложил Максимов. «Ясно, что здесь мы ничего не найдем. Может, поискать среди интеллектуалов, как в Румынии. Но у нас есть такой человек, Роберто Фернандес Ретамар, писатель и публицист, лучший кандидатуры не найти». Нилли наклонился и вытащил папку из другой стопки и начал ее листать. «Вот посмотрите, он учился в Парижском и Лондонском университетах, преподавал в Колумбийском, Ельском и Пражском университетах, директор дома Америки. По-моему, весь мир его встретит с криками приветствия. Такая кандидатура подойдет?» «Тоже не очень», признался Данченко. «Этот Ретамар давно живет на Кубе, пишет неплохие публицистические статьи, но он настоящий ученый, такой рафинированный интеллигент. Ни в какую революцию он не пойдет». «Ну, тогда мы должны вообще приглашать людей со стороны», вспылил Нилин. «Я не понимаю, что мы делаем. Если мы заинтересованы в том, чтобы наши станции электронной разведки по-прежнему были на Кубе, нам нужно делать все, чтобы Фидель Кастро сидел там как можно дольше, а вместо этого мы ищем кандидатуру для его замещения. Вам не кажется, это нелогично?» «Не кажется», ответил Данченко, «Фиделя скоро не будет на острове, а мы сумеем получить очень большие дивиденды от снятия страха с Америки. Они ведь по-прежнему боятся харизмы этого соседа-бородача». «А почему вы так уверены, что его не будет?» нахмурившись, спросил Максим. «Знаю», коротко ответил Данченко, «И потом вы сами понимаете, насколько секретные сведения нам сообщил в разговоре заместитель директора СВР». «Понимаю», вздохнул Максимов, «Вы думаете, он имел в виду и физическое устранение команданта?» «Я не знаю, что он имел в виду, но могу догадаться, а почему именно третьего июня?» «Вот этого я не знаю действительно», засмеялся Данченко, «видимо, важная дата наша третье июня». «Она имеет какое-то определенное значение». «Давайте смотреть дальше», предложил Нилин. «В своих больших роговых очках он напоминал скорее преподавателя гуманитарного вуза, чем офицера разведки». Если Максимов вообще был похож на любого инженера из МВТУ или МАИ со своей интеллигентной внешностью, чуть вздернутым носом, мягким округлым подбородком, светло-коричневыми, почти рыжими волосами, даже несколькими редкими веснушками, оставшимися на лице, как знак детства, то Данченко единственный среди них мог вполне сойти за шпиона. Он был чуть выше среднего роста, худой, подтянутый, с резкими, даже несколько грубыми чертами лица. Волосы он имел редкий, торчащий ежиком и трудноподающийся расчески. На подбородке был небольшой шрам, заметный лишь, когда он чуть поднимал голову. Зато руки у него были красивые, пальцы длинные, строгие, как у пианиста. Рене Анильон Капоте продолжал читать Нилин. Он был послом в СССР в начале 80-х. Работал 9 лет первым заместителем министра иностранных дел Кубы. Он сейчас генеральный секретарь организации солидарности народа в Африке, Азии и Латинской Америке. Ему 63 года. Может, оставим? В какие конкретно годы он был послом в СССР, уточнил Максимов. В 81-83 годах, ответил Нилин, посмотрев личное дело. Максимов и Данченко переглянулись. При Андропове пожал плечами Максимов. Убираем. Понял Нилин, доставай следующего. Если хотите, посла при Горбачеве быстро достал одну папку Нилин. Ну, вот у меня есть еще одна кандидатура. Хулио Камачо Агилар. Был послом в СССР с октября 86-го по февраль 90-го. Но он тоже член Политбюро. У него хорошие связи с армией. Он работал там начальником политуправления. Очень смелый и храбрый человек. Он имеет звание, как и Фидель, команданта революции. Интересно, кирнул Максимов. Такой человек может оказаться интересной находкой. Отложите его в сторону, решил Максимов. Я его лично знаю. Может стоит попробовать. Есть и другой бывший посол в СССР. Он начинал при Андропове а был отозван уже при Горбачеве. Нилин поискал среди бумаг и наконец нашел папку. Вот Леонель Сотоприэто заместитель председателя совета министров, доктор философии и филологии, доктор исторических наук. Обратите внимание, он не член политбюро. Был отозван в 86-м. Оставить? Давайте его «Хотя больших надежд возлагать не стоит», скептически произнес Данченко. «То-то вообще был командант революции, у этого тоже наверняка биография похожая». «Да», кивнул Нилин, он сидел в тюрьме при Батисте, был несколько раз арестован. «В этой стране трудно найти нужные нам кадры», вздохнув, сказал Данченко. «Там все герои и революционеры». «Ну где нам взять лидера равного Фидель?» «У него есть заместитель по экономике, которому он очень верит», вспомнил Максимов. «Ему было неприятно это говорить». Он привык относиться к порученному делу достаточно добросовестно. «Это Карлос Лахе. Если бы у нас было время, можно было бы через него провести ряд экономических реформ, способных дать сильного лидера. Хотя вы правы, такого лидера, как Фидель, у Кубы больше никогда не будет». «Вы знаете», неприятно улыбнулся Данченко, «Я уже не первый раз замечаю, с какой симпатией вы относитесь к этому кубинскому лидеру». «Не считай нужным скрывать», сухо ответил Максимов. «Работа есть работа. Мне был поручен точный экономический анализ существующей ситуации на Кубе. Я его дал. Теперь мне поручено проанализировать возможность экономического развития после ухода Фиделя. Это моя работа, и я ее выполняю. Что касается симпатий, то я их никогда не скрывал. Мне всегда нравился Фидель Кастро. Нравился как символ молодости революции, как символ какой-то романтической патетики, уже давно забытой нами. Для моего поколения он кумир из детства, он символ какой-то возвышенной веры и чистоты. «Интересные у вас наблюдения», улыбнулся Нилин. Данченко тяжело молчал, словно ждал следующих фраз Максимов. «Я понимаю, глухо сказал Максимов, что все поменялось. Отлично понимаю, как он раздражает американцев, как он мешает нашему демократическому руководству, но от этого я не могу относиться к нему хуже, чем это есть на самом деле. Для меня он все равно тот самый командант, именем которого мы называли наши комсомольские отряды. Если хотите, я подам рапорт о выходе из группы». «Зачем вы так резко?» сразу ответил Нилин, с тревогой ожидая, что скажет Данченко. Тот молчал еще секунд пять и затем глухо сказал «Продолжаем работать». Нилин, переведя дыхание, быстро достал следующую папку. Но едва он открыл рот, как Данченко, все еще находящийся под впечатлением слов Максимова, тихо добавил «Не не нужно считать, что все мы сукины дети, а вы один хороший. Так не бывает, майор. Мы здесь не в куклы играем, а обеспечиваем безопасность прежде всего своего государства. Нужно понимать, что существуют интересы в первую очередь собственного народа. Кроме того, мы сейчас перешли на более нравственную политику, исключающую возможность поддержки каких-либо личных режимов. А я всегда считал, что высшая нравственность — это не предавать своих друзей, сказал окончательно вышедший из себя Максимов. Раньше, когда был КГБ, мы такого не допускали. Данченко вместо ответа вдруг резко поднял голову. «Видите мой шрам?» показал он на подбородок. Пуля обожгла мне кожу и чудом в меня не попал. Это случилось в восемьдесят девятом году, когда нам приказали отбить тела семьи Чаушеску и бросить их рядом с казармами. Кстати, этот приказ мы получили от высшего руководства страны. Я входил тогда в группы чиновников. Может, вы слышали об этом? А вы говорите, раньше такого не допускали. Эх, майор, вы младше меня лет на десять. Разведка вещь грязная, словно копаешься в чужом сортире. Здесь уже не до сантиментов, и не нужно говорить о нравственности. Какая к чертовой матери нравственность может быть в нашем деле? Извините, пробормотал Максимов, я, кажется, немного погорячился. «Нет, ничего, все в порядке. Просто я думаю, вы тоже понимаете, что мы не в силах ничего изменить. Нам нужно найти приемлемый вариант до третьего июня. Я действительно не знаю, впрочем, как и вы, что конкретно должно случиться третьего июня, но не самеваясь, что это произойдет. И остановить что-либо мы просто не сможем, даже при всем нашем большом желании. Нам просто не разрешат выйти из этого центра. «Вы забыли еще об одном моменте», сказал вдруг осторожно молчавший Нилин, о наших бывших противниках, ставших друзьями. Это вполне может оказаться и совместной акцией обеих разведок. Что-то такое они давно готовили. «Тем более», сказал Данченко, «давайте работать, а то мы можем договориться до страшных вещей. Просто я думаю, что ни у кого в этом мире не будет ни единого шанса, если против него одновременно выступят ЦРУ и наша служба. Этот человек уже обречен, и нам его не спасти». И помолчав добавил, «Будем считать, что мы обсудили и этот вариант». «Как возможное развитие ситуации». Давайте следующую кандидатуру. Кто там у нас дальше? Воспоминания 25 декабря видеокассета, на которой были записаны суд над Читой-Чаушевской и их мертвые тела, после приведения приговора в исполнение, была доставлена в Бухарест пять часов дня. Семь часов Совет Фронта Национального Спасения Румынии поручает Сержу Николаевску выехать в квартал Друмул-Таберии, где находится военная студия, и подготовить кассету для показа по национальному телевидению. Расчет Совета ФНС очевиден. Увидев тела погибших Николая и Елены Чаушеску, их сторонники поймут, что сопротивление бесполезно. Стави тела погибших в это время находятся завернутые в мешки в одном из ангара военного аэродрома. При этом ангар и аэродром охраняются усиленными нарядами вооруженных сил из батальона охраны. Примечание, данный материал запрещается использовать где-либо без согласия автора. Автор запрещает печатать данные произведения и конкретно этот отрывок в Румынии и Молдавии. В шесть часов вечера находящаяся в Тырговиште группа специального реагирования, состоящая из пяти человек под руководством Ли Сяня, получает приказ похитить тела бывших руководителей Румынии. В этот момент палестинские боевики, засевшие в Бухаресте, поджидает бронированный автомобиль Сержио Николаеско с его сенсационной кассетой. И здесь происходит редкий случай, который бывает во время любой крупной операции, когда тщательно спланированная акция рушится из-за ничтожно мелкого повода. Прямо перед улицей, на которой уже ждут автомобиль с кассеты, вспыхивает перестрелка между сторонниками Чаушеско и их противниками. Сержио Николаеско решает не рисковать и приказывает водителю ехать в объезд. В результате засада, в которой сидят отборные снайперы и боевики, оказалась никому не нужной. У Николаеско не было ни единого шанса попадя на эту улицу, где его ждала засада. По приказу личного друга Николая Чаушеско, лидера ООП Ясера Арафата в Бухарест к этому времени переброшены лучшие боевики шефа его разведки Хари Хассана. Они вошли в контакт с руководителем китайской группы полковником Лисяним и теперь по спланированному замыслу должны одновременно похитить видеокассету и тела погибших. У членов Совета ФНС не будет ни единого доказательства смерти супругов Чаушеско. Если в Бухаресте палестинцы провалили свое задание, то в Отто-Тене китайская группа справилась блестяще. Практически без единого выстрела оба трупа были похищены из ангара военного аэродрома. Через полчаса в половине восьмого об этом узнают и члены Совета ФНС. Автомобиль, который вез кассету, исчез неизвестно куда, так и не доехав до места назначения. А тела погибших Чаушеско похищены неизвестно кем и когда. Об этом докладывают генералу Стэнку Лесу. Именно в эти минуты Ион Ильяску скажет, обращаясь к своим товарищам, мы провалились. Именно в этот самый сложный момент румынской революции господарь успеет передать информацию в советское посольство о готовящемся похищении трупов семьи Чаушеску и нападении на автомобиль с кассетой. У палестинцев были слишком хорошие связи с румынской разведкой Дия и господарь получил сведения почти одновременно с нападением на ангары в Потопене. В этот роковой момент в самом Терговихте находится группа чиновник. Президент КГБ срочно связавшийся с Москвой с ужасом узнает, что получен приказ оказать всемирную помощь начавшейся революции. И в Терговихте идет категорический приказ остановить китайскую группу. Члены совета ФНС приказывают генералу Стэн Кулеску найти трупы расстрелянных во что бы то ни стало. Николаеску наконец прибывает на место и около часа ночи возвращаются обратно. Кассета готова к показу на телевидении. Чтобы ее не похитили снова, будущий премьер-министр Румынии Петро Роман обматывает себя лейкопластырем и прикрепляет кассету к собственному телу. Четыре часа утра. На дороге ведущей из Терговихте Петиште группа чиновника, разделившаяся на ряд подразделений, обнаруживает автомобиль с телами казненных. Завязавшись в ночной перестрелке, убито двое китайцев и один палестинец. Потери группы чиновника убитые и два раненых. Но зато оба трупа наконец в руках советской группы. В половине шестого утра трупы доставляют к аэродрому. Проникнуть в ангар и положить трупы на место нет никакой возможности. Всюду стоят усиленные посты, идет поиск пропавших тел. В этот момент сам генерал Чернов примет довольно рискованное решение бросить трупы недалеко от ангара в надежде, что они будут обнаружены начавшими прочесывание местности военными и полицейскими. Его расчет был полностью оправдан. В шесть часов утра радостный Стэн Кулеску наконец докладывает, что тела казненных Чаушеску найдены в двухстах метрах от ангара. На самом деле они лежали в двух километрах от того места, откуда были похищены. Но это уже никого не интересует. 26 декабря в шесть часов утра едва Стэн Кулеску доложил о находке трупов. По национальному телевидению начинается демонстрация кассеты. Пользуясь моментом еще до просмотра кассеты, один из операторов умудряется сделать небольшую копию и продать ее французскому телевидению. Трагедия превращается в фарс, как обычно и бывает в жизни. Николай и Елена Чаушеску нашли последнее успокоение на кладбище Дженсеа в Бухаресте через два дня. Останки лидера коммуниста в Румынии и его супруги были преданы земле под пение православного попа. И опять трагедия завершается почти водевильным фарсом, словно сама история насмехается над своими героями. За операцию по спасению динозавра группа сотрудников чиновника была предоставлена государственным наградам бывшего Советского Союза. Среди них был майор Данченко, получивший орден Красной Звезды. Погибшему в Терговиште сотрудников группы секретным указом был пожалован орден Красного Знамени посмертно, но никогда так и не вручен. Секретность их деятельности была такой, что они не должны были знать даже члены семьи погибшего. И это тоже была трагедия, обращенная в непонятный фарс. Глава семнадцатая После убийства Пердону у него не осталось никого. Никого, кто мог бы привести его к Луису, Эрреру и Полу Бигсби. Никого, кто сумел бы объяснить эту загадочную цепь убийств, начиная от Брауна и кончая Пердону. Только на очень высоком уровне могло быть принято решение о ликвидации сразу четырех сотрудников ЦРУ в мексиканском филиале. Это Роджер понимал хорошо, но почему могло быть принято подобное решение, он не знал. И даже гадать на эту тему не хотел. Должно было случиться нечто исключительное, очень секретное, очень важное, ради чего убили столько офицеров ЦРУ. Теперь нужно было возвращаться к Бленгли и объясняться с полковником Харр Гривесом. Конечно, если ему дадут такую возможность, вполне может быть, что его просто уберут при выходе из-за аэропорта. Официально он уже покойник и никто не будет его искать. Роджер убрал пистолет в карман и медленно зашагал по тротуару. Его, конечно, запомнили женщины и дети в доме Тордома, которые охотно дадут показания. Нужно срочно съезжать из своего отеля. И хотя прежде американцы здесь не редкость, найти его в городе не представляло большого труда. Он ускорил шаг и вдруг увидел, как мимо прошли двое служащих мексиканской телефонной компании. Он даже замер от неожиданности, ведь перед смертью Тордома кому-то звонил, с кем-то договаривался, а их местный агент Лопес как раз работает в телефонной компании. Как он об этом сразу не вспомнил. Теперь нужно еще вспомнить и телефон Лопеса. Он напряг память. Нет, конечно не вспомнит. Это был сектор Генри, а телефон и всегда лучше всех вспомнила мисс Саммерс. Нужно сделать по-другому. Он быстро поймал такси и поехал к себе в отель. К счастью, полиция была не слишком оперативно, иначе он давно бы сидел в тюрьме. Они еще, наверное, копаются у дома перед домом, с раздражением подумал Роджер, а убийцы, конечно, давно уже уехали из города. Если они, конечно, были не местные. Он собрал свои вещи и вышел из отеля. Благоплату за номер он вносил при вселении наличными. Здесь у него все чисто. Документов у него не просили, а кредитную карточку он на всякий случай не показывал, заплатив за номер наличными. Теперь нужно найти Лопеса. Он мучительно вспоминал его фамилию. Кажется, Фигеруа. Черт, когда ему надо его подводить память. События последних дней настолько выбили его из привычной колеи, что он временами чувствовал, как начинает терять контроль над собственными эмоциями, задыхаясь от стремительного калейдоскопа меняющихся событий. Приехав в местный офис телефонной компании, он представился представителем американской страховой компании и еще полчаса потратил, чтобы найти Фигеруа. Но его усилия были вознаграждены. Наконец, ему дали телефон агент. Сдерживая волнение, Роджер набрал по телефону нужный ему номер. Трубку сняли почти сразу. Голос был несколько пожилой, с ленивым растягиванием гласных. «Я вас слушаю, сеньор», сказал Лопес. «Вам привет от Давида», передал Роджер условную фразу. «Хорошо еще, что он помнил пароль». Впрочем, здесь не было ничего удивительного. Обычно пароли для местной агентуры придумал он сам, лично, не доверяя столь важного дела сотрудникам. «Вполне достаточно, если пароль будет знать один человек», говорил всегда в таких случаях Роджер. «Что-нибудь случилось?» спросил встревоженный голос. «Мы ведь договаривались встретиться в следующем месяце». «Нам нужна ваша срочная помощь», очень невежливо перебил его Роджер. «Если смогу, сможете», уверенно ответил Роджер. «Я дам вам местный адрес, «А вы должны установить, куда и по какому телефону звонили из этого дома примерно полчаса назад». «И все», очень удивился агент Лопес, «и все». «Это очень для нас важно». «Пожалуйста», засмеялся Лопес, «если он живет в городе, то никаких проблем нет». «Я выяснил прямо сейчас». «Подождите», попросил Роджер. «Не забыл сказать самое важное». «Полчаса назад был убит у своего дома». «Он». «Вполне возможно, что именно сейчас полиция проверяет и его телефон». «Чем лучше», ответил Лопес, «тогда вообще никаких проблем, мы просто заявим, что подключились к полицейскому расследованию по их просьбе. Вы можете перезвонить мне через полчаса, я постараюсь все выяснить». Роджер повесил трубку. Теперь нужно было где-то провести оставшиеся полчаса. Он нераздумывая пошел в местный ресторанчик. Только сейчас он почувствовал, что сильно проголодался. Плотно пообедав, он щедро расплатился с официантом и снова позвонил Лопес. «Вы что-нибудь выяснили?» спросил он. «Кажется, да», немного возбужденно сказал его агент. «Наш подопечный действительно был убит, и там работает целая бригада полицейских. Сегодня из дома трижды звонили в его компанию. Один раз звонили какой-то женщине. Я думаю, это его любовница. И, наконец, еще было два звонка. Один телефонный разговор был с Мехико, а другой с Тумалем. «Это город на...» «Я знаю», перебил его Роджер. «Назовите мне оба телефона». Лопес продиктовал. Роджер старательно записал оба номера. «А любовница вам его не нужна?» «Ахмыкнул Лопес». «Думаю, нет». «Чуть подумал», ответил Роджер. «К ней наверняка приедут в первую очередь. Нет, ее телефон мне не нужен». «Во всем мире полицейские мыслят одинаково», подумал Роджер. Они почему-то считают, что любовница всегда знает мужчину лучше, чем его собственная жена. Просто в них говорит типичное мужское самолюбие. На самом деле, это, конечно, далеко не так. Жена всегда знает своего мужа гораздо глубже и гораздо лучше, чем самая совершенная любовница. Просто при последнем мы всегда стараемся выглядеть чуточку лучше, чем есть на самом деле. «Больше он никуда не звонил». «Больше, поэтому телефоны сегодня никуда не звонили». «Профессионально ответил Лопес, это я вам гарантирую». «Благодарю вас», очень сердечно сказал Роджер и уже вспоминая о своих обязанностях добавил. «В этом месяце ваша встреча может не состояться. Наш человек серьезно заболел, а вот уже в следующем она обязательно состоится. Деньги вы, разумеется, получите без учета простой». «Спасибо», взволнованно произнес Локс. Положив трубку, Роджер пробежал глазами телефоны. Первый кажется ему знаком. «У кого в Мефико телефон начинается на двести семь?» «Код пятерка и знакомый номер». Он сразу вспомнил, «Так это телефон Вильямс, это его телефон». Роджер сжал кулаки, вот теперь он доберется до этого ценителя прекрасного. Вильямс был гомосексуалистом и сумел попасть на работу в посольство только благодаря реформам Клинтона, который в своем неистовом стремлении защитить права всех, в том числе и сексуальных меньшинств, начал уж очень откровенно заботиться о гомосексуалистах и лесбийонках. Если в армии еще как-то удавалось отвертеться от приема слишком большого числа любителей и мужского пола, то в госдепартаменте дела обстояли значительно хуже. Они просто не могли возражать против гомосексуалистов, так как мировая дипломатия почти сплошь была построена на любителях однополой любви. В некоторых странах эта проблема приобретала просто характер национального бедствия. И если американцы были слишком консервативны, чтобы избрать своим президентом любителя однополой любви и очень отрицательно относились к таким людям на высоких государственных постах, то в Германии, например, это было одной из самых больших проблем германской разведки. Разумеется, об этом предпочитали нигде не говорить и тем более писать. В России наметившаяся тенденция в начале девяностых годов о том несколько ослабла и среди руководителей страны их оказалось не так много. Правда, основные силы были брошены в шоу-бизнес, где им удалось занять ряд ведущих позиций. Примечание. Это достаточно большая и сложная тема сексуальных меньшинств в сочетании с политикой и разведкой была подробно затронута автором в романах «Зло в имени твоем женщина и этот непонятный мир». Роджер помнил, как появление Боба Вильямса в офисе американского посольства вызвало легкий переполох среди женщин, работавших в этом ведомстве. Нужно отдать должное красоте Вильямса. Он был достаточно смазлив и очень хорошо воспитан. Кроме этого от него всегда пахло очень сильным одеколоном. Только позже удалось узнать, что это французские женские духи дюна, дававшие в сочетании с мужским телом своеобразный запах. Но когда выяснилось, что Вильямс несколько последователен в своих любовных играх, женщины потеряли к нему всякий интерес, а мужчины даже стали немного побаиваться. Хотя сотрудникам он был неплохим, все успевал сделать вовремя и очень четко. Роджер вспомнил, как Вильямс приходил вчера к нему на квартиру и сжал кулаки. Какое счастье, что у Боба нет семьи. Здесь хоть не останется сирот, как в доме у Пердома с сознанием своей вины, подумал Роджер. Он подсознательно чувствовал какую-то вину перед убитым. Словно он один был ответственен за этот муравейник, который удалось разворошить и который так больно стал бить по его окружению. Теперь нужно было возвращаться в Мехико. Роджер ясно представлял, насколько это опасно и непредсказуемо. Но и оставаться в Мериде больше было нельзя. Тут он вспомнил про второй телефон. Что такого важного может быть в Четумале в этом маленьком городке на краю болот, что туда решил позвонить Пердома? И кто там мог быть? Практически это даже не город, а поселок, насчитывающий около восьми тысяч человек. Может Луис Эрера прячется именно там? Он вдруг вспомнил. Он все вспомнил. Как он мог это забыть? Конечно, в Четумале нет ничего, там даже полицейский участок с несколькими сонными полицейскими. Но там на краю Мексики стоит станция слежения АНБ с американскими сотрудниками. Как он мог это забыть? И если у Пердома были свои люди в посольстве, если полковник ЦРУ Пол Бигсби оказался пособником мафии, то вполне вероятно, что среди сотрудников АНБ также были люди, связанные с Эрерой. Он почувствовал, как кружится голова. И снова вспомнил слова Силвейры «Не может столько людей в ЦРУ оказаться простым прикрытием для обычных торговцев наркотиками. За этим должно быть нечто другое». Он чувствовал, что Силвейра был прав. Он понимал, что в этом тотальном истреблении людей вокруг него есть такая логика, посидь которой он не мог. И оттого еще больше злился и совершал ошибки, но и ждать, пока его уберут, как всех остальных посвященных в тайну, он не хотел. Нужно было принимать какое-то решение и в данном случае опять выбирать или ехать в Мехико, где он знал Боба Вильямса, или отправляться в Четумаль, чтобы выяснить, кому принадлежит второй телефон. И опять нужно было поступать не как в кино, героически рискуя своей жизнью и разоблачая банду негодяев, а исходя из реальных возможностей, поскорее добраться до истины, установил, кто и почему отдал приказ по ликвидации всей группы Роджера Робинсона в Мехико. И поэтому нужно было ехать не в маленький Четумаль, где он будет просто следующей мишенью для своих преследователей, а появиться неожиданно в Мехико, рассчитывая захватить Боба Вильямса врасплох и вытрясти из него тайну, которую так тщательно скрывали. В этот раз из Меридан выбирался с большими сложностями. На дорогах уже стояли полицейские посты, проверяющие каждую машину. Они явно искали американца, приехавшего в город и убившего Эу Лалю Пердом. Но Роджер оказался готовым и к такому повороту событий. В кармане у него был мексиканский паспорт на имя одного из местных жителей. По-испански он говорил лучше самих мексиканцев, а одежду свою он поменял в одной из лавок, купив огромный сомбреро, яркий красный пиджак. В таком образе даже самый подозрительный полицейский не мог принять его за приезжего иностранца. Из Мериды он добирался до Кампеча два с половиной часа на попутной машине. Затем на автобусе доехал до Веракруса и уже только там на побережье позволил себе нанять за 200 долларов автомобиль, который согласился везти его ночью в Мехико. В город он приехал в половине пятого утра. Теперь ему нужно было найти дом, где жил Боб и Вильямс, но для этого нужно было позвонить в посольство, а он больше всего опасался быть узнанным. Дежурным в посольстве мог оказаться сотрудник, слышавший его голос, и тогда сразу выяснится его чудесное спасение, и за ним начнется настоящая охота настоящих профессионалов. И это будет уже не мексиканский провинциальный полицейский, которых можно обмануть большим сомбреро ярким красным пиджаком. Это будут уже более компетентные люди, умеющие искать и находить нужных им людей. Но Биллимса ему все равно нужно выйти до утра. И здесь нужно придумать нечто такое, что может помочь ему найти адрес Боба Вильямса. Кроме того, ему нужно где-то отдохнуть и оставить свои вещи. Счастье, Мехико он знает прекрасно. Лучшее место, где можно скрыться, это отель Шаратон. Вернее, это даже два отеля. Шаратон Тауэр, насчитывающий 136 номеров люкс. И сам отель Шаратон, называемый в Мехико Шаратон Мария Изабелла отель, имеющий около 700 номеров. Там можно и отдохнуть и спрятаться. В этом отеле его точно не будут искать. Кроме того, он расположен очень удобно прямо в центре, рядом с монументом свободы, на проспекте Делла Реформ. И там ему нужен будет телефон. Через полчаса уже в номере отеля он звонил в госдепартамент в Вашингтон. Расчет его был правильным. Весть о его гибели наверняка уже дошла до Ленгли, и о ней знает каждый сотрудник. Но о его смерти, конечно, сразу не сообщили и другие ведомства. под прикрытием которых работала его группа. Здесь срабатывает обычная бюрократическая машина. Нужно официальное заключение смерти, опознание трупов, приезд родственников, похороны, принятие решения о замене погибших сотрудников, отправка тел на родину. И только после всего этого официальное письмо с грифом особой секретности о замене местного резидента ЦРУ на нового фамилия и имя которого будут внесены в специальный реестр для дипломатического прикрытия. Но за два дня вся эта машина не должна была так быстро сработать. В этом и состоял весь расчет. Он позвонил в госдепартамент, водил по работе с местными резидентурами ЦРУ. Почти сразу трубку снял дежурный. «Говорит Роджер Робинсон из Мехико. Моя фамилия должна быть в вашем компьютере». «Какой код?» спросил сонный дежурный. «Гриф особой секретности. Список 3А-G представлены ЦРУ». Дежурный включил свой компьютер. Роджер замер. Он в любую секунду ждал удивленного крика «А вы разве живой?» «Но все шло нормально». Через полминуты он услышал голос дежурного. «Говорите, я вас слушаю, мистер Робинсон. Все в порядке, ваша фамилия есть в компьютере». Это было введено только при президенте Буши, который сам в свое время был директором ЦРУ. Особый список местных резидентов ЦРУ должен был быть и в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки на случай чрезвычайных обстоятельств. При этом резидентам разрешалось выходить в Госдепартамент, минуя даже послов. Правда, здесь имелась и обратная связь. В ЦРУ также был список послов, представлявших интересы Соединенных Штатов Америки в этих странах. И послы также могли звонить в ЦРУ, минуя своих резидентов. Такая взаимная система подстановки помогала получать более полную информацию. При этом резиденты автоматически были защищены дипломатическими паспортами, а послы имели действенную поддержку против очень взорвавшихся резидентов ЦРУ. Мне нужны данные на мистера Боба Вильямса, сотрудника нашего посольства в Мексике. Вам передать по факсу не удивился дежурный. Сотрудника посольства могли пытаться завербовать, и обязанностью местного резидента было предотвращать подобные факты. Нет, ответил Роджер, мне пока не нужно его личное дело. Дайте его точный адрес, телефон, и основные моменты его биографии. Посылать не нужно, вы можете прочесть мне данные компьютера Улсна. Хорошо. Дежурный застричал на компьютере и затем начал читать монотонным голосом. Родился, учился, учился, родители, учился, работал, работал, работал. адрес в Соединенных Штатах Америки, адрес в Мехико-Сити, адрес в Аризоне, где живут родители, номер банковского счета, номер счета. Достаточно, прервал этот монолог Роджер. Все в порядке. Благодарю вас. До свидания. Дежурный даже не спросил, почему местная резиденция ЦРУ звонит рано утром из Мехико, уточняя адрес и данные сотрудника посольства, который живет от него в двух шагах. Это было просто не его дело. Раз нужно, значит нужно. Все ответственные сотрудники в этом отделе по работе с ЦРУ знали, что лишних вопросов просто нельзя задавать. На них все равно не будет никакого ответа. Получив адрес, Роджер посмотрел на часы. Был уже шестой час утра. Нужно было торопиться. Он снова надел свой красный пиджак и большое сомбреро. После вчерашнего утра он не брился, и на лице была уже достаточно ощутимая щетина. Посмотрев еще раз на часы, он вышел из номера. К счастью, Боб, как и положено всем сотрудникам посольства, жил почти рядом, в трех кварталах от Шератона на улице Легерпуль. Роджер даже не стал брать такси. В городе он ориентировался прекрасно, сказывался опыт работы последних лет. Дом, где жил Вильямс, он нашел почти сразу. Это был трехэтажный дом, в котором кроме Вильямса жили еще две семьи из посольства. Он знал про этот доме раньше, просто он не мог знать, что Боб Вильямс живет именно в этом доме. Осторожно поднявшись на третий этаж, он надвинул сомбреро почти на самые глаза и постучал и постучал в дверь. Подождав немного, он постучал еще раз. «Кто там?» спросил глухим недовольным голосом Вильямс. «Просите, сеньор, я принес вам пакет, меня просили срочно передать», быстро произнес Роджер, наклонил голову. «Какой пакет?» не понял Вильямс. «Не знаю, сеньор, это из посольства». Конечно, если это был бы Вашингтон или Лос-Анджелес, Боб никогда бы не открыл дверь. Кроме того, в доме жили еще несколько семей дипломатов, напротив были расположены посольства сразу двух европейских стран, у дома всегда стояли полицейские, и поэтому Боб, увидев в глазок типичного мексиканца в большом сомбреро, чисто механически открыл дверь и сразу отлетел от сильного удара. Подняться он не успел, мексиканец ударил его ногой по ребрам, и он еще раз рухнул на пол. Незнакомец закрыл дверь и, повернувшись, приказал Бобу Вильямсу лежать тихо, иначе пристрелю. И в подтверждение своей угрозы достал пистолет и закрутил на нем глушитель. «Что вам нужно?» спросил Боб, чуть поднимая голову. «Вы с ума сошли? Я американский дипломат». И вдруг вошедший сказал на хорошем английском. «Я знаю, какой вы дипломат». «Ты, Боб, настоящий сукин сын». «И не пытайся что-либо сделать, иначе я тебе просто пристрелю. Ты ведь знаешь, как я умею стрелять». С этими словами незнакомец снял свое сомбреро, и Боб замер от ужаса. На него, наставив пистолет, смотрел погибший два дня назад Роджер Робинсон. От ужаса Боб почувствовал, как его бросило в холодный пот. Глава восемнадцатая К ужину Бернарда спустился одетый в специально приготовленный для него костюм. Хотя спустился, было сказано слишком сильно, его скорее спустили под руки, а затем пересадили в это инвалидное кресло, которое он так ненавидел. За очень большим столом сидела только одна Иннес. Это его несколько удивило. А где все остальные? Спросил он. Ужинает удивилась Иннес? Или отдыхает? Почему вы спрашиваете? Вы сказали, у нас ужин ровно в семь. Я полагал, что за столом соберется вся ваша семья. Но вы опять все перепутали сеньора Робьета. Я имела в виду свою личную семью. Мой сын учится в Соединенных Штатах Америки, в Бостоне. И кроме вас в данный момент у меня никого нет. Он подкатил кресло ближе к тому месту, где сидела сама Инес. А Жокин спросил Бернардо, заметив, что нет и врача. Бедняга устал с дороги. И потом мне кажется его немного укачало. Здесь в горах климат несколько особенный, а он житель пустыни, привык к совсем другому воздуху, он попросил разрешения не спускаться вниз. Три вышкаленных лакея почтительно замерли по углам комнаты. «Они таки будут стоять, пока мы ужинаем?» спросил Бернардо. «Да, конечно». «Зачем они вас не устраивают?» улыбнула Синес. «Своим дурацким видом пробормотал он отворачиваюсь, как все ему надоело, в который раз подумал Бернардо». Ужин состоял из восьми блюд, и каждое приносили отдельно от остальных. Бернардо, равнодушно съевший кусок понравившейся ему индейки, не стал более ничего есть. Инес довольствовался лишь овощным салатом и позволил себе съесть немного паштет. «Не понимаю», снова пробормотал Бернардо. «Я хочу с вами поговорить», тихо попросил он Инес. «Конечно, я тоже хочу поговорить», кивнула женщина. «Мы можем выйти с вами в сад? За домом есть чудесный небольшой сад. Нам стоит огромных усилий сохранять этот уголок природы. Здесь бывают довольно сильные ветры. «Только не просите ваших слуг, чтобы они меня катали», раздраженно попросил Бернардо. «Я вполне могу справиться самостоятельно, у меня прекрасное кресло, как для настоящих инвалидов». Договорились. Снова улыбнулась женщина. После ужина они действительно вышли в сад, который, к удивлению Бернардо, казался огромным. Он выехал в сад самостоятельно. «Это ваш небольшой сад?» спросил он. «Рядом с вами у меня возникает чувство собственной неполноценности. Здесь, наверное, целый гектар. Только четверть. Просто по краям посажены крупные деревья, защищающие сад от ветров». Мимо прошли две девушки, весело поздоровавшиеся с Иннес. Она также весело им ответила. Обе девушки посмотрели на Бернардо и, одновременно рассмевшись, поспешили дальше. «Разрешите, я встану у вас за спиной и буду вам помогать», попросила Иннес. «На смотрят мои люди, они могут меня неправильно понять». «Ничего», достаточно грубо ответил Бернардо. «Пусть они думают, что это мой каприз». Иннес уже собиралась ответить, но передумала. На ней был строгий темный брючный костюм, волосы она перевязала черной лентой. Вечером в доме она обычно не применяла косметики и не стала изменять этой привычке даже теперь. «Не обижайтесь», поняв, что снова погорячился, сказал Бернард. «Я не хотел вас обидеть». «Это не так легко сделать, как вы думаете, сеньор Гильермо. Даже для моего супруга на этот раз, кажется, она не шутила». «Об этом я уже догадался», кивнул он. «Меня очень интересует только один вопрос. «Зачем вы согласились на все это? Зачем вам это глупое замужество, эти ненужные игры? У вас и так прекрасная жизнь, устроенная и обеспеченная. Чего вам не хватает, сеньора Иннес? Только откровенно. И не говорите мне неправды. Если не можете говорить, лучше не отвечайте, так будет честнее». «Я думала, вы уже догадались». Она шла рядом с ним, но не смотрела на него. С помощью механизированного рычага управления он сам двигался на своем кресле вперед. «Я сотрудник кубинской разведки». «Очень естественно», сказала Иннес Контрерос. «Я работаю на Даги с тех пор, как погиб мой муж». Роуль Вальгес, также работавший на кубинскую разведку. Он был с Кубы. «Но мне об этом ничего не сказали», удивился Бернард. «Я даже вам могу сказать, почему. Дело в том, что я оказывал различные услуги не только ДГИНО и вашему КГБ. Теперь они сами вспомнили обо мне и предложили такой необычный способ вашей легализации. Мне объяснили, что речь идет о помощи сальвадорским партизанам. 17 человек из них приговорены к высшей мере. Нужно ввести оружие в Сальвадор, чтобы помочь этим несчастным. объяснили мне и я отдала согласие. И никто не думал, что вас подстрелят прямо в Мадрид. Кроме того, меня просило согласие дяди моего мужа, который был лучшим другом Рауля и нашей семьи. Согласитесь, я не могла отказать. И это не единственная причина. «Есть еще?» спросил Бернарда. Она достала сигареты, щелкнув зажигалкой, глубоко затянулась. «Да», наконец глухо сказала Инес, «есть еще одна причина. Мой муж убит именно Сальвадор. Я похоронил его на другой стороне сада. Когда-нибудь я покажу вам его могил. Там уже в Руси большие деревья. Теперь вы понимаете, что я не могла не согласиться? А в ДГИ знают, что вы работаете на российскую разведку? Думаю, догадываются. Раньше до 79-го это было практически одно и то же. Потом отношения несколько осложнились. На Кубе был задержан советский шпион, ведущий разведывательную деятельность против самой Кубы. Он передавал шифровки в Москву и его сумели вычислить кубинские контрразведчики. Скандал получился грандиозный и тогдашний глава советской разведки даже приносил официальные извинения. Это все, что я знаю. Но с тех пор кубинцы несколько недоверчиво относятся к моим контактам с вашей страной. Помечание подобный инцидент действительно имел место в 79 году между Кубой и Советским Союзом. Правда, насколько я могу судить, мне по-прежнему доверяют. Ведь, как вы уже догадались, я работаю не из-за денег. Просто это было дело моего мужа. Кроме того, я бы уберла от скуки, если бы не делала иногда этих маленьких шалостей. Хотя в вашем случае получился явный перебор. Мануэль уговаривал меня трое суток, пока наконец я согласилась выйти замуж за неизвестного Гильермо Урбьета. Правда, я попросил, чтобы он был хотя бы симпатичен. Хорошо еще, что мой сын уже взрослый и учится в Америке. Там несколько другие взгляды, чем у нас в Мексике. Я думала, он обидится, а он наоборот. Изначально заявил, что мне давно следовало завести себе кого-нибудь. После этого мне оставалось только согласиться. Значит, кубинцы могут знать, что я сотрудник российской разведки, недоверчиво уточнил Бернарда. Обязательно? У них свои люди по всей Мексике. «Странно», сказал Бернарда, «мне предложили полететь на несколько дней на Кубу. Сказали, что там будет лучше. В Сальвадоре нас должна заменить другая пара». «Это когда вы в Париже звонили своим связным, поняла Инесс, когда вы мне ничего не сказали? или вы меня обманываете? Нет, мне передали это сообщение о самолете, нехотя ответил Бернарда. «Так вот, почему мы все там быстро заснули?» засмеялась Инесс. «А я обычно не могу спать в самолетах». «Этот милый старичок оказался вашим агентом». «Возможно», улыбнулся Бернарда. «У нравилось с ней разговаривать». Она подушила сигарету об коробку и не стала бросать окорок на землю, а положила его в полупустую коробку. «Самое интересное, не тоже позвонил мой связной и сказал то же самое». «Я думал, что Мануэль это не псевдоним», признался Бернарда. «Так вы с ним встречались? Теперь все ясно. Мануэль личность легендарная. На Кубе говорят, что у них есть два великих Мануэля». «Мануэль Вальес, дядя моего Рауля, разведчик, известный во всем мире и в свое время он возглавлял казнь диктатора Самосы, которого убили в Парагуай. Вы об этом наверняка слышали». «Да, конечно, убийц до сих пор не нашли». «И не найдут», улыбнулась Иннес. «Тогда операцию в Ассуньоне проводили под личным руководством Мануэля Вальгеса». «А второй Мануэль?» спросил Бернарда. «О нем я никогда не слышал». «Не может быть». «Это еще более легендарная личность. Его называют Рыжебородым. В настоящее время он один из руководителей кубинской разведки». Примечание. Мануэль Пенейро Лосадо возглавлял особую разведку Кубы, называемую УА, Управление Америки, занимавшееся вопросами оказания помощи латиноамериканским государствам. «Я давно не бывал в Латинской Америке», смущенно пробормотал Бернарда. «А мне показалось, что вы мексиканец или кубинец, и тогда еще так изящно выразились. Или я ошибаюсь?» «Нет», признался Бернарда, «я действительно латиноамериканец. Мои родители из окрестностей Бокая, из Никарагу. «Как ваше настоящее имя?» спросила Инесс. «Он не произносил этого имени шестнадцать лет». «Бернарда Рохас», ответил он, глядя в глаза женщине. Она первой отвела взгляд. «Я так и думала», сказала Инесс. «Вы были совсем не похожи на них. Значит, вы вернулись почти на родину. А когда вы уехали из Никарагу?» «Примерно тогда, когда вы поженились», ответил Бернарда. «И с тех пор ни разу не были у себя на родине», изумилась она. «Неужели ни разу не были?» «У меня там погибли все, мать, отец, младший брат. всех убили ворвавшийся самосовц. Я тогда был совсем молодым парнем, и меня тяжело ранили. Потом меня отправили в Москву. С тех пор я и не возвращался сюда». «У вас была сложная жизнь, Бернарда», задумчиво сказала Инесс. «Мне казалось, что вы нахальный Джеймс Бонд, а вы оказывается почти мой земляк. Нужно вернуться назад. Кажется, будет дождь». Обратно они возвращались в полном молчании. Она шла медленно, и он умело управлял своим креслом, стараясь держаться рядом. Дождь хлынул неожиданно, как это бывает в этих местах, словно кто-то вдруг сорвал занавес, скрывающий эту массу воды. «Давайте сюда», предложила Инесс, показав на соседнюю беседку. Она деликатно не стала бежать, пока он не развернулся и не правил кресло к беседке. Оба почти сразу стали мокрые, словно каждого из них долго поливали водой. Инесс счастливо смеялась. «С детства люблю дождь, сказала она. А у нас говорили, что такой дождь может уничтожить весь урожай», вспомнил Бернард. «У вас есть жена или дети в России?» спросила Дуркинес. «Вы уже спрашивали меня об этом два раза. У меня действительно в России никого нет. Почему вы все время спрашиваете?» «Просто я попросил, чтобы это был и неженатый человек, не хотел и чувствовать себя какой-то воровкой. Пусть это женитьба и дурачество, пусть оно объявлено для вашего алиби и дальнейшей легализации, пусть она ни к чему не обязывает, лишь пустая формальность, все равно не хотела иметь рядом женатого мужчину. Мне казалось, он всегда будет меня сравнивать со своей собственной женой. Для меня это ужасно». Дождь, казалось, решил пробить крышу беседки. С такой интенсивностью он застучал длинными очередями. «Нам нужно ехать на Кубу», напомнил Бернардо. «Если это нужно в интересах дела», кивнула Инес. «Конечно поедем. Жаль, что мы не останемся в нашей Осиенде. Я так люблю свой дом, по существу это единственное родное место для меня». «А моим этот дождь будет лить до завтра», посмотрел на пригибающиеся под напором воды Бернардо. «Может, мы постараемся все-таки добежать до дома?» «Земля размокла», спокойно заметил Инес. «Не всегда не нравился асфальт в саду, будто нечто чужое среди первозданной природы. «Вам будет трудно передвигаться в вашем кресле». «Да», горько сказал Бернардо, «я и так был похож на Альфонса, согласившегося жить за ваши деньги, а теперь я совсем никчемный инвалид, который просто сидит у вас на шее». «Не нужно так говорить, никто не виноват в вашем ранении». «Конечно, никто, кроме меня, я ведь обязан был понять, что происходит, когда пуля пробилась стекло. У меня было полсекунды, а я вместо этого просто стоял, как готовая мишень. Вот мне и продырявили ногу». «Что это мог быть, по-вашему, спросила Инес? Понятия не имею. Кроме Мануэля, я вообще ни с кем не встречался. Раньше я подозревал его, но после ваших слов понял, что ошибался. Тогда кому и зачем понадобилось стрелять мне в ногу? Судя по расстоянию, этот снайпер стрелял минимум с расстояния 700-800 метров. Значит, был очень хороший стрелок. Почему он стрелял мне в ногу, а не в голову, или, в крайнем случае, в сердце? Вот этого я понять никак не могу. Впечатление такое, что этот неизвестный снайпер специально метил мне прямо в ногу. Но тогда получается глупо. Зачем лишать меня ноги? Потому что это был кто-то из ваших поклонников? Надеюсь, что среди моих поклонников нет таких идиотов, улыбнулась Инесс. Но я думаю, что здесь действительно скрыта какая-то тайна. Хотя после того, как ты сказал мне, в какой стране ты родился, все несколько изменилось. Мне кажется, что ты немного ошибаешься. снайпер даже стрелял не в тебя, а в меня, а может и в нас обоих. Это мог быть бывший самосовец, каким-то образом узнавший о моем участии в той операции в Парагвай. Ты участвовала в убийстве Самоса измелся Бернардо. А кто еще мог провести гранатомет Парагвай кроме меня, засмеялась женщина. Тогда Мануэль дал нам задание провести в страну оружие для уничтожения диктатора. И участвовал я не в убийстве, а в справедливой казни диктатора. Можешь считать, что я немного отомстила и за твою погибшую семью. Может это действительно был Самосовец? Подумал Бернардо? Но только странный Самосовец, садист какой-то. Кажется дождь кончается, высунула из беседки руку Инес. Кажется да, согласился Бернардо. Когда мы едем в Гавану? Через два дня подумал, ответил Инес. У меня здесь небольшое дело. Кроме того, нужно нормально все подготовить. У меня в Гаване много прекрасных друзей. Они не думали, что во время этого дождя среди деревьев находился еще один человек, внимательно следивший за ними. Он не мог слышать их разговоры, для этого он стоял слишком далеко, но он видел их жесты, их взгляды, их прогулку. Это был Альфред Баррос, и в его взгляде не было ревности, или почти не было ревности. Его взгляде было любопытство. Как только дождь несколько стих, и оба супруга покинули беседку, направляясь к дому Альфреда, выждав еще немного, поспешил к запасному выходу из сада, ключи от которого были только у него и у сеньоры Инес. Выйдя наружу, он поспешил к небольшому двухэтажному дому, стоявшему недалеко от большого дома. На первом этаже в одну из комнат его нетерпеливо ждал водитель машины, обычно перевозивший необходимые продукты из города на осиенду. «Передай в Гавану», сообщил Альфреда, «пока ничего выяснить не удалось, буду информировать и дальше». Водитель кивнул головой и быстро выбежал из дома. Альфреда прошел в свою комнату и начал быстро раздеваться, чтобы переодеться в сухое белье. В этот момент из-за двери высунулась чья-то рука. «В чем дело?» повернулся Альфреда. Он был в одних брюках. И тогда прозвучал выстрел. Альфреда успел заметить стрелявшего и удивился, и это было последнее удивление в его жизни. Стрелявший подошел ближе и сделал еще один выстрел прямо в упор. Глава девятнадцатая В последние дни были все время перебои с электричеством. Когда в очередной раз погас свет, он, негромко выругавшись, включил стоявшую на столе лампу автономного питания и принялся изучать очередное донесение. «Наверное, опять авария», подсознательно подумал он. «Лени просто не выдерживают подобного напряжения». Вошла девушка секретарь. «Вам принести еще одну лампу?» спросила она. «Нет, спасибо». «Ты не звонила, не спрашивала, что там случилось?» «Они говорят, что авария, но обещали скоро дать свет. Будут включать резервную линию». «Хорошо, позови ко мне Рамоне и потом никого ко мне не пускай». «Как здоровье отца?» «Врачи говорят, что будет лучше, но пока никаких изменений. Если понадобится какое-нибудь лекарство, скажи мне». Девушка благодарно кивнула и вышла. Хозяин кабинета неслышно вздохнул. Много лет назад, еще до рождения этой девушки, они вместе с ее отцом воевали в горах, делили одно одеяло на двоих. Тогда им обоим было по восемнадцать лет. С тех пор прошло уже более тридцати пяти лет, но он по-прежнему чувствовал себя молодым, готовым идти в горы в любой момент. А вот его старый товарищ кажется, резко сдал. Врачи считают, что у него практически нет шансов. Правда, по просьбе больного об этом не говорят его дочери. Несчастная девочка надеется на лучшее. Дверь мягко открылась, и в кабинет вошел Рамон. Вызывали, спросил начальник отдела. Он сам выдвинул Рамона на эту ответственную должность. Несмотря на относительную молодость, Рамону было всего 42 года, он успел уже побывать в составе интербригады в Анголе и отработать несколько лет в представительстве Кубы в ООН. По устоявшейся практике, под прикрытием дипломатических паспортов, в этом представительстве работали кубинские разведчики. В 60-е годы в ЦРУ почти ежегодно планировали операции по физическому устранению Фиделя Кастро и свержение существующего режима на острове. Тогда приходилось работать в очень трудных условиях. Правда, тогда было и несколько легче. За их спиной всегда стояла самая мощная и самая многочисленная разведка мира советская. Но теперь только приходится вспоминать об этих временах. Садись, Рамон, предложил он. В кабинете начальника ДГИ была просторнее, чем в других комнатах и светлее. Лампа у него стояла особенная, привезенная из Германии. Как у нас дела по твоим подопечным? Пока ничего. Альфредо передал через связного из вас мочеса, что пока ничего установить не удалось. Не нравится мне это дело, нахмурился руководитель ДГИ. Но вы же знаете, товарищ Хосе, что мы держим это дело под особым контролем. С первого дня мы не выпускаем их из виду.